Попытаюсь пофантазировать еще на тему блокчейнов. Тут, наверное, не совсем важный кадр, просто это некое развитие сетей. В общем, не будем даже останавливаться. Этот кадр уже был сегодня, хотел больше про децентрализацию поговорить, как методологическую такую вещь, очень важную. Все системы наши сейчас, они, конечно, централизованы, более-менее. Может быть, связаны в облако, но никак до сих пор не работают вот эти эффекты в децентрализованных, распределенных сетях. А в них можно наблюдать очень интересные эффекты и с точки зрения экономики, культуры и прочее. Наверное, если говорить об экономике, то речь идет о другом построении маржинальности вообще в принципе при взаимодействии с субъектов хозяйствующих. То есть центр контролирует обычно маржу, крупные корпорации и государства в децентрализованных транзакциях есть возможность напрямую взаимодействовать с субъектом, то есть открывает некие новые вообще возможности в принципе. Так вот, по поводу блокчейн, ну, мне кажется, что это некая виртуальная, совершенно абсолютно пиринговая сеть, которая на самом деле дает нам огромные возможности в плане… то есть мы здесь ограничены только фантазии, поскольку это виртуальная сеть, то ограничены фантазии программистов, разработчиков, тех, кто этим занимается. И в области применения могут быть самые разные. Вот, например, какой-нибудь художник, там, digital художник может выпустить собственные акции, например, персональные, и обмениваться ими на авиамиле, ну, в общем, на все что угодно. То есть я думаю, что блокчейн, как система, как трубопровод, как электронная почта для обмена ценностями, она предоставляет огромные возможности для взаимодействия не только линейных, но и нелинейных каких-то ценностей. То есть это даже не партер, это какой-то новый, в принципе, тип взаимодействия при помощи сетей виртуальных. А поскольку это виртуально, то очень сложно тут понять, на самом деле. Ну, контролировать, с одной стороны. С другой стороны, вот здесь, кстати, хорошо очень показано, что в каждой последующей блокчейн записывается информация о транзакции предыдущего. Ну, то есть они все взаимосвязаны. Я не криптограф, но, в принципе, я думаю, многие уже слышали, что это некая сеть, в которой распределенная информация о каких-либо транзакциях хранится. В каждой там сети есть, есть подсети, вот называют сайдчейны, шадоучейны, теневые какие-то. То есть, в общем, есть возможность огромная для взаимодействия, мне кажется, ну, пошли на любом уровне. То есть интернет действительно сделал какую-то революцию. Это некое такое, мне кажется, смысловое, может быть, наполнение. Потому что вот социальные сети, в них нет обратных связей. Там нет каких-то вот таких вещей. Ну, нет обмена ценностями. То есть мы там можем поставить лайк, но не больше, грубо говоря. А, вот я хотел, да, поговорить о смарт-контрактах, потому что это очень интересная тоже программа, в принципе, как наполнение цепи блоков. Вот представлена эволюция с контрактов. То есть вот прямое взаимодействие, транзакция с арбитром, там с судьбы, предположим, какие-нибудь там инстанции, типа государства или совета директоров. Вот смарт-контракт с централизованной, да, тоже системой. И облачный, то есть децентрализованный арбитраж. То есть при сделках вот такого плана каждый участник сети может быть бесконечным. Ну, не бесконечным, а определенное количество, которое может контролировать выполнение каких-либо действий, следить за безопасностью. То есть это не один центр какой-то, который отвечает за безопасность данных, а эти данные распределены в сети блоков. В принципе, да, мне как бы ближе всего это понятие смарт-контракты, которые дают Ethereum. И как концепция, как идея у них, мне кажется, самое такое, по смыслу правильное понимание, что такое вообще блокчейн и смарт-контракты. То есть это компьютерная программа, которая позволяет сделать, как бы, ну, алгоритм действия задает определенное. Сейчас-то еще позже об этом тоже скажу. Просто вот некие такие приложения, что и что такое, как и где может быть смарт-контракт. Это голосование, система голосования, финансы, деривативы. Ну, финансов много, но вот это может быть все что угодно. Договора, смарт-собственность. Ну, собственность, в общем, да. То есть интеллектуальная, да. В принципе, юристы уже активно пользуются смарт-договорами, используя вот какие-то элементы такие. Страхование тоже пытаются внедрять, уже все услышали много раз про то, что, если, например, человек взял кредит, автокредит, он его не выплачивает, там, предположим, можно так настроить, ну, машину какую-то блок поставить, что если он там не сделал взнос, предположим, вовремя, то не поедет, грубо говоря. Ну, это, конечно, такая немного кабальная система. Можно продумать какие-то нюансы, там, ну, более сложная оценка в любом случае будет. Ну, то есть есть возможность именно, как бы, ну, контракт это бумага, да, вот мы привыкли здесь, это переносится в виртуальную сферу с учетом рейтингов, присутствия в социальных сетях, кредитные истории и прочее. Ну, да, и вот такой, это некое такое, пытался вывод сделать, что такое блокчейн и смарт-контракты, как они связаны. То есть блокчейн этого, да, имеет определенную за централизованную архитектуру в виртуальной сети для обмена ценностями. Все возможности, я уже говорил, да, есть возможность создавать любые ценности. В этой сети очень важный момент играет доверие. Почему мы должны пользоваться этими сетями? Поскольку они открыты, есть возможность, уже тоже говорили сегодня об этом, всем участвовать, быть участникам этой сети. То есть, как бы, это открытая система, поэтому здесь возникают новые типы доверия. Нам не нужна третейская сторона. Смарт-контракты – это программа, реализующая последовательность каких-либо шагов, в принципе. Вот, да, очень интересно то, что сами смарт-контракты внутри сети блокчейнов, как программа, тоже имеет распределенный интерфейс. То есть она также как бы, ну, это дистрибутив, распределенная программа. То есть там не нужна какая-то архитектура дополнительная или программа для создания. Ты можешь участвовать, ну, заходить, грубо говоря, в смарт-контракт, ну, тоже там с любого, грубо говоря, устройство. Естественно, тут нужны другие какие-то интерфейсы. Все программисты говорят о, как это называется, визуальное программирование. То есть это тоже вот мы привыкли. Ну, то есть это пользовательский, грубо говоря, интерфейс, где можно будет самостоятельно как-то интуитивно понимать, что ты делаешь. Естественно, в основе все равно лежит некое такое более сложное программирование. Но тем не менее, причем все говорят о развитии визуального программирования больше. Сторонники вот этих идей. Ну да, поскольку вот эта система, распределенные смарт-контракты, она более безопасна, по идее. И насколько я понял, к DOS-атакам она не может. То есть там сразу понимают, что транзакция, которая какая-то хакерская, которая разрушает систему, она не соответствует самой этой системе и ей дает отбор. И как результат вот Этериум, да, Этериум, они, ребята вот эти, заявляют о, так называемых, распределенных автономных организациях на основе смарт-контрактов. То есть это тоже абсолютно виртуальная организация, которая выполняет определенную функцию. И, грубо говоря, до тех пор, пока она ее не выполнит, она существует. Как только годовой, может быть, какой-нибудь цикл временной, не знаю, любой завершен, как бы это исчезает от организации, грубо говоря. То есть как форма взаимодействия, так и как проект на этом тоже много очень… Ну, всем хотим перейти от каких-то там корпоративных бизнес-процессов, может быть, к проектным, более живым. Вот в виртуальной сети это возможно. Пожалуй, все. Спасибо. Спасибо, Георгий.